В Саранске открылась выставка икон. Свои работы представили не только профессиональные иконописцы, но и начинающие художники. Галина Кавказова – хедлайнер выставки. Она говорит о тонкостях иконописного искусства, о материалах и способах создания иконы. Изображение ведется на досках, как и положено по канонам. Изображения все каноничные, изображаются красками непростые. Иконописцы свои краски творят, то есть мы их делаем сами. Самому молодому участнику иконописной мастерской 22 года, самому опытному больше 70. Алексей Пырсиков – художник-бутафор Национального драматического театра. Увидел объявление о наборе в класс иконописи и решил попробовать. И вот уже почти 6 лет занимается написанием святых образов. Говорит, что даже не мог предположить, что будет заниматься такой живописью. Сложность, когда возникает, допустим, ты нашел образ, какого святого хочется написать, и просто разработать саму, как это правильно вам сказать, чтобы икона гармонично смотрелась. Потому что, как говорится, в иконе можно изменять кое-что, но согласно канонам. То есть не выходить за рамки канона. Иногда просто хочется, чтобы не так, вот как ты увидел где-то икона, а что-то добавить не то, что свое, а как-то ее благоукрасить, какой-то там, допустим, элемент, орнамент в это, и чтобы это все гармонично смотрелось. Писать иконы доставляет удовольствие. Делятся с нами ученики класса иконописи. И на занятиях, и в свободное время дома иконописцы стараются заниматься любимым делом. Мне доставляет это большое удовольствие заниматься вот этим творческим процессом. Это такая медитация, которая сосредотачивает внутри, скажем, саму себя. Мне очень нравится этим заниматься. Гостям выставки предложили не только окунуться в творчество иконописной мастерской, но и поучаствовать в мастер-классе. Анастасия Суркова, Павел Толобаев. Наши новости. Продолжение следует...